Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о словах Христа, которые очень часто вызывают недоумение у читателя, когда Христос говорит «Я пришел, чтобы принести не мир, но меч». Дело в том, что мы привыкли всегда выбирать либо то, либо другое. И любому человеку удобно жить в мире, где все либо параллельно, либо перпендикулярно, либо черное, либо белое, где как можно меньше оттенков. И Христос нас прежде всего учит тому, что мир парадоксален. Сам по себе Христос, как говорили святые отцы, это парадокс, потому что божественное и человеческое не могут соединиться либо то, либо другое, либо конечное, либо бесконечное, либо тварное, смертное, тленное, либо нетварное, божественное и вечное. И поскольку сам Христос является таким живым парадоксом, Он тоже воспитывает своих учеников и нас с вами для того, чтобы видеть парадоксальную реальность. Она никогда не бывает либо тем, либо другим. Желательно видеть ее во всей полноте. И как раз вот этот пример меча и мира, который на каком-то банальном языке может выглядеть как некое противоречие, логическое противоречие, в действительности обнажает какую-то глубинную правду и сложность нашей человеческой реальности, наших отношений. Итак, прежде всего, когда Христос говорит, Он прямо задает вопрос в Евангелии от Луки, это выглядит почти как провокация. Вы думаете, Я пришел, чтобы принести на землю мир? Нет, говорю вам, не мир, а разделение. В параллельном месте в Евангелии от Матфея говорится, не мир, но меч. В Евангелии от Луки еще больше обостряется это противоречие, не мир, но разделение. Меч, прежде всего, это орудие, которое рассекает, разделяет. И разве не тот же самый Иисус пришел в мир рождественской ночью, и ангелы возвещали гимном слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеческих благоволение? Разве это не тот же самый Иисус Христос, который приходит для того, чтобы, наконец-то, в сердцах людей и в человеческой жизни воцарился долгожданный мессианский мир, когда не просто отсутствие войны, но тот мир, когда вся полнота жизни и спасения присутствует и дана человеку? Наконец, разве это не тот же самый Иисус, который в Гефсиманском саду своему ученику, доставшему меч, говорит, вложи меч твой обратно в ножны, ибо всякий, кто возьмет меч, от меча и погибнет. Замечательные слова. И, наконец, разве это не тот же самый Иисус Христос, который, прощаясь со своими учениками, говорит потрясающие слова? Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам. Итак, Христос пришел принести мир или меч. Апостол Павел говорит еще более потрясающие слова. Он говорит, что сам Христос есть наш мир. Он разрушил разделяющие преграды. Он разрушил вражду, вековую вражду между язычниками и иудеями, для того, чтобы из двух сотворить единое. Для того, чтобы вы, далекие, некогда далекие от Христа, Его кровью стали близкими. То есть, Христос приходит для того, чтобы те, кто были дальними и кто были чужими, стали твоими родными, твоими близкими. Но как все это совместить с другим образом Христа, где мы видим, что уже в его жизни происходят эти трагические разделения? Он сам одинок в своей семье. У него есть братья, о которых упоминают евангелисты. Мы видим, что братья в него не верят. У братьев совершенно другие представления о том, каким должен быть царь, каким должен быть мессия. И они видят Христа совсем не в том свете, в каком он должен себя открыть миру. Поэтому он уже в своей семье, среди своих ближних, оказывается в трагическом одиночестве. И прежде всего в его семье ближние становятся твоими врагами, они становятся твоими дальними. После этих слов пришел принести немирный меч. Христос говорит еще более жесткие слова. «Я пришел разделить сына с отцом, дочь с матерью, невестку со свекровью, и врагами человека станут его домашние». В Евангелии от Луки другой образ. Говорится, если в семье пять человек, то будет трое против двух, и двое против троих. Отец будет против сына, сын против отца, мать против дочери, дочь против матери, свекровь против невестки, невестка против свекрови. Вдруг обнажится какое-то противостояние и трагический конфликт. И вот возникает это недоумение. Все-таки Христос пришел для того, чтобы исцелить разделение, примирить конфликты, или наоборот, чтобы вызвать новый распри и обострить противостояние. Но прежде всего, как понимать образ меча? И очень часто мы с вами видим, что в Библии каждый образ амбивалентен, то есть он в себе заключает и светлую, и темную сторону. И нужно принимать его во всей неоднозначности, во всей полноте. И поэтому образ меча, как его понимать? Буквально или как метафору? Или, может быть, понимать его духовно? Конечно, мы склонны понимать буквально. И тогда эти слова вступают в противоречие заповедю подставить левую щеку, если тебя ударили по правой. Обратите внимание, в Евангелии от Луки есть другой очень странный эпизод, когда Христос во время тайной вечери, прощаясь с учениками, как будто призывает их продать свои плащи для того, чтобы купить мечи. И в тот же самый вечер, когда несколько учеников подошли к нему и сказали, «Господи, вот у нас есть два меча», он им в ответ говорит «довольно». Мы, конечно, не всегда можем различить тональность, с которой Христос говорит эти слова «довольно», потому что в них звучит горечь. Дело в том, что речь идет не о количестве оружия, хватит двух мечей или не хватит, о том, что нужно приготовить оружие для противостояния врагам. Но дело в том, что именно в этот последний момент ученики совершенно не понимают своего Учителя. Их сердце очень далеко от Него, они вообще не понимают, что происходит. И если быть более внимательным, то мы увидим, что ученики в очередной раз превратно понимают слова Христа, потому что они готовятся к тому, что произойдет вооруженное восстание. И царская власть перейдет в руки Христа. И они готовы защитить с оружием в руках Его царское достоинство. Они уверены, что они пришли в Иерусалим, в праздник Пасхи, когда все мессианские ожидания начинают бродить с особенной силой. Наступит тот момент, когда их учитель взойдет на царский трон, а они станут первыми вельможами. Но Христос им говорит совсем о другом. Он говорит о том, что предстоит последняя схватка с силами зла. И, как кажется, на какое-то время тьма восторжествует и будет праздновать свою победу. Ему предстоит пройти через смертельное борение в Гефсимании, пережить агонию на кресте. И вот власть тьмы уже сгущается. Именно в этот момент нужно бодрствовать. Нельзя оставаться сонным, инертным, глупым. Поэтому в устах Христа в этот момент меч означает призыв к бодрствованию. Замечательный образ, может быть, не совсем привычный для нас. И так Христос призывает нас бодрствовать в этой жизни. Другой эпизод, когда спутники Христа увидели, что приходит стража для того, чтобы его арестовать, они спрашивают, «Господи, а что, если нам ударить мечом?» И один из них ударил в слугу первосвященника, отсек ему правое ухо, на что Христос говорит своим ученикам, «Прекратите, остановитесь, довольна». Это в Евангелии от Луки. В связи с этим возникает очень интересный вопрос. Как вы себе представляете, апостолы ходили рядом со Христом вооруженными, у них были мечи или кинжалы, потому что чаще пользовались коротким ножом, мечом, кинжалом. Младший современник Иисуса Христа Иосиф Флавий в книге «Иудейские древности» сообщает, что иудеям в целях самообороны разрешалось носить с собой оружие даже в субботний день, даже в праздник Пасхи, потому что в Иерусалиме на Пасху собиралось огромное множество народа, власти были не в состоянии обеспечить порядок и безопасность на улице города, тем более на пустынных дорогах было очень много людей, которые промышляли разбоем. Помните притчу о милосердном Самарянине? Поэтому вопрос о том, сколько нам нужно мечей, кинжалов для того, чтобы обеспечить нашу безопасность, совсем вопрос не праздный. Но Христос говорит о другом, Он говорит о бодрствовании. И поэтому меч – это символ аскезы, символ воинской доблести, именно аскетической доблести. Но вместе с тем, как мы с вами увидели, меч – это и символ разделения. Семья из пяти человек разделится так, что трое будут против двух, двое против трех. И Евангелие в этот момент требует от человека совершить какой-то решительный выбор. Каждый раз в отношении Христа нужно занять какую-то однозначную позицию – ты с Ним или против Него и против Евангелия. В мире невозможно оставаться нейтральным, бесцветным. Твой выбор всегда вступает в конфликт с чьими-то частными интересами. С одной стороны, Христос приходит как царь мира, Он безоружный, кроткий царь, восседающий на смиренном осленке. Но именно Его милость, Его кротость, то, что Он свидетельствует о Боге, как Боге любви об Отце, в человеке вызывает необычайную реакцию. Человеческое сердце в ответ ожесточается. И мы это видим и сегодня, это было очевидно и 2000 лет назад. Проповедь любви, смирения, мира вызывает ожесточение в сердцах многих людей. Поэтому старец Симеон, принимая в свои объятия сорокадневного младенца, Христа пророчествует. Он станет знаком противоречия. Камнем преткновения. Из-за него произойдут разделения. Меч не просто разделяет, он рассекает, разрубает, разрывает. И пришествие в мир Мессии, Христа, царя мира обернулось еще большим потрясением. Мир привык жить по своим понятиям. Но Слово Божие сметает все предрассудки и все человеческие представления. Прежде всего, опаляет всякую ложь и нечистоту. Вот в чем проблема. И есть другой очень важный оттенок. Мы привыкли к тому, что линия разделения проходит между нами и другими. Между праведниками и грешниками. Между верующими и неверующими. Но в действительности самые важные разделения происходят внутри нас, во внутреннем мире человека. Поэтому в устах Христа меч, как образ Слова Божия, это еще хирургические скальпели. Это как луч лазера, который рассекает в душе человека то, что живое от мертвого, божественное от злокачественного. Христос своим словом отсекает все нечистое, как гангрену. И это и есть суд. Именно в этом ключе следует понимать слова апостола Павла. Он говорит, слово Христа, как обоюдоострый меч, отточенный, пронзающий, рассекающий до разделения душу и дух. Настолько это тонкий, отточенный инструмент. Невозможно увидеть Бога и не умереть. Невозможно, соприкоснувшись с воскресением Христа, со словом Христа, остаться прежним, каким ты был до этого. Другой образ, как слово Христа, как меч, очищает, это образ виноградной лозы. Точно так же, как секатор в руках виноградаря очищает виноградную лозу, отсекая неплодоносные, одичавшие, омертвелые ветви, для того, чтобы плодоносные ветви приносили еще больше плодов, точно так же и в нашей душе Господь совершает ту же самую работу. Поэтому Он принес не мир, как мы его понимаем по-человечески, когда мы привыкли жить со своими проблемами, болезнями, тихо умирать, но приносит тот меч, который отсекает омертвевшее от живого, для того, чтобы живое могло жить. Именно по этой причине апостол Павел, когда сравнивает христианина с воином, который готовится к битве, среди символических доспехов, описывает также меч, меч Духа, то есть Слово Божие. Итак, меч в устах Христа это духовное оружие, а не военное. И все это не для того, чтобы произвести какие-то новые смущения, новые движения, брожения, нет. Этот меч – оружие, которое позволяет нам приобщиться миру, но тому миру, который не мир дает, но тот, о котором говорится у апостола Павла, мир Божий, который превыше всякого разума, который сохраняет сердца и умы во Христе Иисусе. Евангелист Иоанн говорит о том, что это тот мир, который мир не может дать, и его синонимом является радостью, которую никто никогда у нас не отнимет. На портале Экзегиатру с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...